Всем привет Кемера! С вами Олег и Валя. Друзья, напоминаю, мы сейчас отдыхаем в Кемерской области, поселок Кириш, который находится в 8 километрах от самого Кемера. И сейчас мы стоим на остановке, ждем нашу долмушу, чтобы поехать в Кемер. Ехать туда ровно 15-20 минут. Стоимость поездочки 4,5-5 местных лир. Что я маску наперил, не знаешь? Нет. А потому что в маршрутке необходимы маски. Да, в Турции не масочный режим, но в магазины, маршрутки, долмуши масочный режим. Иногда, кстати, при входе в магазин вас могут попросить хэскот. Ребята, такое было у нас в одном из магазинов в Кемере. Нас попросили, мы показали, без проблем прошли дальше. Ну а мы там хотим пошопиться, погулять, посмотреть снова город, хотя мы там уже были. Так что поехали с нами. Друзья, полетели с нами. Мы тебя внимательно слушаем, Валечка. А еще в маршрутке будьте готовы платить местными лирами. Да, вы можете заплатить долларами, но с вас возьмут за одного человека 1 доллар. А местными лирами 4,55. Курс напоминаю, 8,5. Так что, если у вас негде взять лиры, маленькая вам подсказочка. Супермаркет Мигрос. Заходите, покупаете бутылку воды, платите долларами. Вам сдачу дают только онли лирами. По хорошему курсу 8,5. Так что, если у вас еще несколько дней отдыха впереди, обязательно разменяйте доллары на лиры, чтобы вы не переплачивали за проезд. Как только что сейчас мы увидели. Мы дали 10 лир за двоих за проезд, а туристка за нами 2 доллара. Сдачу ей не дали. Так что, имейте в виду. Мне кажется, если дать ему 1 евро, он и 1 евро возьмет за проезд. Конечно, конечно. Так что, да. Меняйте валюту. Да, ребята, смотрите. Кто не в курсе, автобус, вернее, долмуша приходит. Вот здесь его конечная остановка. Это сам центр Кемера. Отсюда, кстати, она же потом и уезжает. Так что, ориентируйтесь. Центр Кемера. Здесь площадь Ататюрка. Всеми известная башня. Здесь раньше были фонтаны. После реконструкции фонтаны исчезли. И непосредственно сам Ататюрк. Так, для ориентации вам хочу сказать. Вот там вот, если вы видите общественный туалет. Вдруг вы хотите в туалет. Кстати, а сколько стоит у вас, Ваня? 50 центов. Евро центов или американцев? Да, короче, пол доллара приблизительно. Ну, тоже немало, но он есть. Ладно. А я сориентирую, ребят. Тут были, но... Дальше. Мигрос в ту сторону, метров 150. Вон мечеть. Там Вайкики. А мы сейчас, ребята, разворачиваемся. Идем в ту сторону. Так, ребята, будьте осторожны на переходах. Как видите... Нет, пропустили. На переходах особо... Ну, редко кто уступает дорогу. Кстати, и будьте внимательны. Потому что, допустим, меня сбил велосипедист на переходе. Ну, такое себе дело. Центр Химера похож больше, конечно, как и любой турецкий городок. На такой живой базар. Здесь идут торговые ряды. Все что-то продают. Что-то покупают. Заманивают. Ребята, лишний раз хочу подтвердить вальные слова, что бегать не всего поменять в Мигросе. Видите, здесь меняют доллары по 8. В Мигросе меняют по 8.50. Так что намотайте на уст. Если меняете крупную сумму, в принципе, неплохие деньги получаются, ребята. Друзья, нравится мне ходить, честно говоря, по торговым улочкам. Здесь они пристают, но они пристают лайтово, ненавязчиво пристают. И, честно сказать, даже иногда неловко что-то у них и не зайти посмотреть или не купить. Так что, блин, как вам вообще торговля в Турции? Не сильно навязчивая? А я, наконец-то, нашла местную еду. Да, всю неделю я хочу попробовать какой-то донор местный, то есть шаурмичку. Хотя здесь есть бургеры. Давайте посмотрим. Hello. А шаурма у вас есть? А сколько стоит? 30 лет картошки и колы. 38, да? 38 лет это мясо, 30 лет. Ага, это с картошкой и колой? Да, да, да. Так вообще чудесно. А вы за скольки работаете? 90. Да, да, да. О, вообще отлично. В общем, ребята, смотрите, за 30 лет можно купить шаурму, картошку-фри и колу. Также есть бургеры с айраном и картошечкой. Да вы что? Ну, вот это мы, конечно, нашли. Спасибо. И в самом Кемере, но просто очень много разных аутентичных местных заведений. Как работает? Работает круглосуточно. Так что голодными вы не останетесь, если в вашем отеле вдруг скудненькая еда. Основные блюда какие-то листанец. Так, это первое, да, что-то? 28, 30, делим на 8. Вообще доступно. Где-то 4 доллара, да, получается? Да, даже можно сказать 3. 3, 4, 5. Ого, так ничего себе, сколько здесь местных супов. Это что, первое блюдо? Офигеть. Корба, это корба. Вот такое заведение мы искали. Блин, почему мы ни в кемере остановились? Да, мы бы каждый вечер такое кушали. Языки какие-то, мясо. Это же язык, 100%. Ребята, на паузе рассматривайте. Это доноры, вот то, что я и хотела. Вот. Я предлагаю завтра сюда зайти покушать. У нас завтра бизнес-план глобальный. Пляжный. А? Что скажешь? Ты не против? Пляжный влажный движ? Влажный-влажный движ. Да, по-любому. Завтра покажем цены, так что. Так что, пойдемте дальше. А мои уши уже настолько привыкли к звукам цикад. Это вот, если вам слышно, они у вас очень будут понить. Что я их даже почти не слышу. Аптека, кстати, очень немного аптек. Да. Это вторую я встречаю. В Египте аптека на аптеке, аптекой погоняет, а здесь их очень мало. Ну а мы уже пришли к нашей цели. Магазин Каттон. Так, ребята, мы внутри магазина Каттон. Здесь, конечно, товаров, как обычно, немеряное количество. Более подробный обзор вы увидите на нашем канале. Это однозначно. Валя уже делает его, потому что, чтобы не затягивать это видео. Могу в двух словах показать. Это магазин типа Вакики. Они выпускают товары под собственным брендом. Из них кто не знает. В принципе, у них качество вроде бы неплохое. Ну, так вот, по ощущениям, очень даже приятное. Кому интересно, смотрите обзор. Полный обзор. Отдельным видео. Он, Валя, делает для вас обзорчик. Ребят, обозначу, где находится магазин Каттон. Там мы приехали. Там находится площадь Татюрка. Там память о Татюрку. Вот это начинается бульвар Татюрка. Наверное, такое одно из самых мест, где справа-слева по бульвару находится масса магазинов, ресторанчиков всяких, кафе и торговых центров. Также справа есть еще одна Вайкики. Один магазин Вайкики. Он находится метров 200 отсюда. И здесь же находится магазин Каттон. Купились в Каттоне и зашли поужинать вот в такой вот Берекет Доннер. Меню я вам уже показывала. Давайте покажу его поближе. Особое мясо Доннер. Перевод есть на русский язык. И цены в лирах. Цена зависит от веса мяса, которое присутствует в блюде. Я видела, люди такое кушали, но, честно говоря, мы возьмем банальненькую шаурму. То есть Доннер Кебаб из говядины. Мясо можно выбрать по весу. От этого и зависит цена. Мы взяли 150 грамм, это будет 42, плюс меню, плюс еще 18. То есть 60 лир, самый большой кебаб-донер с колой и картошкой. Ну, я себе выбрала куриное меню за 28, плюс кола и картошка. Ну, в чеке покажем. Честно говоря, не знаю, как здесь пересчитать и перепроверить, сколько что стоит. Да, запомните, как оно выглядит и сейчас мы покажем, как это будет в действительности. Приятного нам аппетита! Ждем наш заказ. Мы заказали, напоминаю, с говядины Доннер, то есть по-нашему шаурма. Да, смотрите, какого она размера. Мясо взяли максимальное, 150 грамм. Можно взять 75, 100 и 150. Бутылочка колы, баночка, вернее. И картошка фри. Кетчуп, майонез выносят по умолчанию. У меня то же самое, только кебаб с курицей. И мясо здесь 100 грамм, а не 150. Вот уже Олег отпустил. Ну, пока я вижу только лаваш. Где-то там кусочки мяса присутствуют. То же самое, картошка фри, кетчуп и майонез. А так как мы отдыхаем с друзьями, заказали еще два меню, бургер-меню с котлеткой. Вот такой большой довольно бургер. Тоже кетчуп, майонез, картошка фри и кола. И за таких два меню и два наших мы заплатили 150,5 лир. Это в 20 долларов, даже немножко меньше. Так что, в принципе, доступно. Ну и приятного нам аппетита. Бон аппетит. Итак, ребята, мы перекусили. Что могу сказать? Это заведение мы не рекомендуем. Не скажу, что там дорого. 20 долларов на четверых. В принципе, недорого, приемлемо. Просто невкусно. Говорю, как есть. Просто невкусно. Если вы любите такого плана именно уличную еду, то лучше, наверное, какой-то или бургер-кинг, или макдональдс. Здесь невкусно. Оно почти все безвкусное. Просто подсаливаешь, оно соленое. Соуса фирменного никакого нет. Как тебе, Валечка, еда? Но это именно в этом заведении. Возможно, в любом другом и будет вкусно. Так я аж про это заведение говорю. Так что посоветуйте, где в Кемере покушать вкусненько. Ну, а мы будем идти дальше. И по плану у нас посещение магазина какого? Мигрос. Мигрос. Пойдемте. Ребята, вот этот магазинчик еще прикольный. Мы уже его показывали. 82 сали в Пазари. Говорят, это как местный АТБ. То есть по ценникам он один из самых лучших. И здесь просто тысячи разных мелочей. Тут можно купить, в принципе, все. Все, кроме еды. Один обуви флоу. Тоже туристы полюбляют. Мы, кстати, его тоже отснялись. Магазин де-факто. Что-то типа тоже в Айкики. Вот в нем мы еще не были. Но тоже мы слышали о нем. Ну, некоторым туристам очень нравится. Ну, и у людей внутри вроде бы тоже прилично. Вот, ребята, это магазинчик Мигрос. Наверное, все, кто бывал в Турции, и не только в Турции, знают, что это, в принципе, неплохой супербаркет с хорошими ценами. Идемте внутрь. Посетили мы Кемер. Посетили мы Мигрос, ребята. Отдельный у нас видос будет по этому поводу. Потому что магазин интересный, интересный для наших туристов, потому что там есть, что купить домой. Ну, вот, допустим, мы вроде ничего не собирались покупать, но целый пакет чего-то докупили. Наверное, придется снимать теперь, что мы привезли из Турции. Так, хоть мы и спешим, но Валечка побежала в магазин Фло. Она себе присмотрела там какие-то белые кроссовочки. Сейчас посмотрим, купит или нет. В Кемере уже вечереют. Покажу вам вечерний Кемер немножко обзор. Именно сам центр, ребята, где мечеть. Вне за спиной Фло. Тут Карфур стоит. Вон Вайкики. Мы здесь крутимся. Все, на пятаке метров 500-700 туда-сюда ходим. Уже потихоньку включают фонари, вижу. Итак, ребята, мы уже у себя в отеле. Напоминаю, остановились мы в отеле Парк Марина Резорт. Четыре звезды, которые находятся в Кирише, восьми километрах от Кемеров. Вы видели, как мы пошопились. Мы сегодня скупили кое-какие подарки. Там что-то Валя купила для себя. Я думаю, что это будет, наверное, уже по приезду. Мы или на стриме покажем, или сделаем отдельное видео. Потому что вроде ничего не планировали покупать, но у покупок прилично собралось. Так что, ребята, кому было полезно это видео, ждем от вас лайкосы, подписочки. Не забывайте, у нас также есть инстаграм. Все ссылки в описании. С вами на позитиве из Кемера были Олег и Валя. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok